Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Тема нашего сегодняшнего разговора – книга «Второзаконие», а точнее, голова 14-я этого древнего, очень глубокого, интересного сочинения. В «Второзаконие», то есть второй раз закон дается, сообщается Моисеям от имени Бога, тем, кто готов войти в землю ханаанскую, приедя Иордан, и там основать царство Божье, царство святых, где господствовали бы братские отношения между отдельным членом этого царства. И если прежде речь шла о таких вот вещах вступительных, об истории, как евреи шли из Египта, о событиях в пустыне, то сейчас начинается уже такой довольно интенсивный, глубокий разговор об этих самых положениях закона. То есть «Второзаконие» в главе, читаемой нами ныне, начинает быть настоящим второзаконним, то есть еще одним после книги «Сход», «Левит» и «Числа» рассказом о законе Моисеевым. О чем рассуждается, рассказывается в читаемой нами главе? Но все еще мы читаем про то, что у хананеев обычаи своеобразные, обычаи, связанные с их культом, с их образом жизни, с их кулинарией, с их диетой. И вот, вступая в землю хананскую, евреи получают директиву. А у вас пускай так не будет, а у вас пускай будет иначе, потому что вы, а почему так? А потому что вы род святой, вы народ Божий, и в этом отношении Бог имеет полномочия, прерогативу указывать вам, как вам себя вести в разных ситуациях, что вам делать в области религиозной, экономической, социальной, политической и так далее. И вот мы говорим сейчас о том, что нам рассказывается, что мы узнаем в главе 14 книги «Второзаконие». Начинается эта глава с того, что автор рассуждает о обычаях в ханаане, среди хананиев, связанных с ритуалами прощания с усопшим. Вот такие себе ритуалы, такие есть обычаи, связанные с тем, что люди делают что-то с собой или в своей жизни, когда кто-то умирает. Так вот, одни обычаи у ханаанеев, а у вас пускай этого не будет. Ну, давайте почитаем, и будет понятно, о чем идет речь. «Вы, сыны Господа, вашего Бога, не наносите себе порезов, и не сбривайте волосы над лобом, когда плакиваете умерших». Ну, вот видите, какие-то, видимо, нам непонятные, да, какие-то были обычаи, связанные с модификацией тела, когда кто-то из близких умирает, и вот ханаанеи, видимо, какие-то на себя наносили порезы, какие-то рубцы, возможно, волосы стригли над головой, там, или как-то, может быть, какая-то была прическа своеобразная. Увы, мы этого не знаем, нам это неизвестно, не сообщено. Но тем, кто читал эти стихи и жил в Древней Палестине, в Ханаане, в Израиле, им это было все понятно. Так вот, у вас, евреев, не должно быть никаких ритуальных порезов, никаких ритуальных рубцов, никаких самобичеваний, никаких особых стрижек во время, там, поста, горя и так далее. Ничего этого у вас не будет. Ну, почему так, Господи, спрашивая мы, спрашивали, возможно, первого читателя этого текста? Ну, тут есть два ответа. Ответ такой, первый, очень простой и, на самом деле, очень, ну, такой, дельный. А потому что Бог так решил. Вот Бог так решил, да не будет. И поэтому вас не будет. Но для людей, которых это не устраивает объяснение, есть другие попытки что-то объяснить. Например, такие попытки. Дескать, все эти обычаи были связаны с культом, с религиозными обычаями Хананеев. То есть, все это вот обрядовость, все эти вот какие-то бытовые явления, они были связаны с тем, во что, в кого Хананеи веруют. Так вот, начинаем мы, думал, видимо, автор этого текста, или даже Бог так рассуждал. Начинаем мы с копирования их повадок, их обычаям, а заканчиваем мы почитанием Астарты и Ваала. Так вот, этот путь нехороший, неправильный. Дальше. Дальше, вот видите, есть объяснение в стихе втором этой главы. «Ведь вы, святой народ у Господа, вашего Бога, Господь избрал вас из всех народов земли, чтобы вы были его драгоценным достоянием». Объяснение. «Вы – Божье владение», «Божья собственность». И Бог имеет основание, прерогативу, ваши порядки сам проектировать, проговаривать, что-то вам разрешать, а что-то вам запрещать. И эти полномочия Бога на чем-то дооснованы. Потому что, что ждало евреев, будь они дальше, живя не дальше в Египте? Ну, они бы ассимулировали, да, потому что этот вот плавильный котел, египетское общество, оно бы привело к тому, что однажды евреев бы не стало. Поэтому Бог, изымая их, иудеев, из этого процесса ассимуляционного, по сути, спасает, либо творит заново новый народ. И раз Бог творит заново народа, то он является и законодателем, и каким-то руководителем этого народа. А после этого начинается довольно пространное рассуждение о том, что можно и что нельзя есть. Ну, как пространное? Фенгелевит более пространное, здесь более сжатое, лаконичное, компактное, может быть, доходчивое в этой связи. Доступно для понимания всех читающих книгу в Терзаконе. А книга в Терзаконе, как мы уже с вами знаем, есть подобие какого-то учебника, до какого-то учебного компендиума, где все самое главное собрано, лаконично сформулировано, чтобы все было понятно и взрослым, и подросткам, и детям, и бабушкам, и дедушкам. Так вот, с стиха третьего начинается этот раздел такими словами. «Не ешь никакой мерзости». И потом начинается подробное рассуждение о пище чистой и нечистой. И вот на таких стихах основано, знакомое всем нам учение о кашерном и не кашерном. Учение о кашеруте, которое до сегодняшнего дня присутствует в жизни иудейского народа. Так вот, то есть, какое-то учение, да? Значит, есть окружающий нас мир, многообразие всех животных, рыб, присмыкающихся насекомых, птиц, которые могут потенциально быть объектом поедания, да? Вот то, что нашего аппетита, нашего кулинарного внимания. И как показывают нам антропологи и этнографы, да почти все люди могут съесть. Да, вот все, что не токсично, не опасно, да даже опасно, токсично, тоже люди могут потребить в пищу. Потому что есть какое-то любопытство, да? А какого вкуса это ящерица или та змея или это насекомое, да? Есть банальная ситуация какого-то голода или полуголода, когда все, все доступно для питания, может быть съедено. И вот в этой связи, когда, по идее, много что можно съесть, возникает учение о пище легитимной, дозволенной и пище запретной, нелегитимной и какой-то табуированной. Это и есть учение о кошерной и не кошерной пище. Само слово кошерная, кошер, переводится как просто годная, не знаю, работающая, правильно устроенная, нормальная, да? Так вот, не знаю, можно сказать, что работающий телефон сотовый, кошерный, потому что он работает правильно, он нормален. Сломанный телефон сотовый, он не кошерный, потому что он нарушил нормальный ход своего существования. Есть разные рассуждения у ученых, у толкователей, почему вот это вот учение появилось. С какой стати одна пища объявляется чистой, другая объявляется нечистой. Потому что это деление является довольно таким, ну, логичным в чем-то, но в чем-то произвольном, да, в чем-то каким-то непонятным до конца. И вот есть разные подходы к толкованию того, что такое кошерная пища. Ну, подход такой, подход популярный, так, в Вике 19, наверное, исходит из того, что, дескать, пища не кошерная, не чистая, она просто опасна для здоровья. Да, вот, она не полезна для здоровья, она не гигиенична, ее тяжело обрабатывать. Ее тяжело обрабатывать, в ней разные микробы, вирусы, бактерии, и в этой связи лучше вам это не есть. Ну, сразу есть контраргументы, дескать, вот, и пищу кошерную бывает тяжело обрабатывать, и там тоже есть все многообразие этих микроорганизмов. И тоже можно отравиться или заболеть, поедая неправильным образом приготовленную, либо выращенную кошерную пищу. Но, вот, учитывая злобу дня, вот, да, вот, наши события, волнующие каждого из нас, а именно коронавирус, можно сказать, что, да, закон о кошерной пище, понимаемый так, то есть, кошер на то, что полезно и безопасно, и до сегодняшнего дня обладают своей силой. Что я имею в виду? Ну, вот, кажется, уже известно, что откуда появился беспокоящий нас коронавирус, от того, что два вируса, жившие отдельно, а именно в летучих мышах, и второй вирус в змеях, присмыкающихся, они оказались рядышком на одном пищевом рынке в Китае. И вот два этих вируса друг друга обнаружили, порадили новый, новую модификацию, новый вирус, и в этой связи мы получаем эту самую вот волнующую нас историю. Вывод очень простой. В этой связи учение о кошерной пище все еще обладает каким-то своим рациональным зерном, да, вот, ну, сразу замечу, да, что, конечно же, ни летучие мыши, ни змеи, ни присмыкающиеся, не являются кошерными в понимании закона Моисеева, да, вот. Толкование первое, то есть, польза гигиена. Толкование второе. Толкование второе. Корост быка в культе хананеев, потому что сам бог выражался, изображался в виде быка. Тем не менее, и коровы, и бык считаются животными кошерными. Дальше толкование довольно позднее, уже, наверное, в времен святых отцов, ученых Талмуда. Такое. Обращается внимание на моральные качества разных животных. Вот, дескать, вот, свинья, у нее качество морально низкие, она выражает то, что она постоянно чувствует голода, алчности, какого-то эгоизма, всеядности, вот, жестокости, да, какого-то равнодушия. Поэтому, вот, нельзя есть поросенка, нельзя есть свинью. А вот, допустим, та же самая корова или овечка, это животные трудящиеся, такие благородные, послушные, вот, их можно есть. Или, допустим, другой вариант, вот, допустим, есть такие птицы, там, ястребы, либо коршуны, там, либо какие-нибудь другие охотники, или падальщики. Так вот, они падальщики, у них низкий какой-то уровень, ну, не то, что уровень, качество жизни, они выражают низменные свойства нашего характера. И, будь то, желание наесться, уторить свою похоть и прочие нехорошие свойства. Так вот, тех животных, которые выражают это, тех есть нельзя. Ну, уже из моего объяснения понятно, что это все, конечно же, хорошо в проповеди звучит, но, как основание целого института, деление всей пищи на чистую-нечистую, это объяснение едва ли подходит. А вот дальше начинаются, начинаются уже такие нормальные объяснения, нормальные версии, из которых первая версия из нормальных, из таких вот, вызывающих уважение, такая. Нужно было сделать так, чтобы евреи и все окружающие народы имели бы разную диету и имели бы разный состав своих обедов, ужинах и завтраков. Так что, для того, чтобы, нельзя бы засойтись вместе греку и еврею, римлянину и еврею, арабу и еврею, поляку и еврею, хананею и еврею, и нельзя было бы им оказаться участниками одного стола, одного застолья. Потому что сегодня ты вместе с ним обедаешь, ужинаешь, завтракаешь, ешь одну пищу, завтра ты отдаешь в его семью свою дочку, а послезавтра у тебя рождаются внуки неевреи, поляки, арабы, сирийцы, греки, римляни и так далее. То есть, смысл таков – разделить диеты, разделить жизнь, разделить быт евреев и неевреев. И в этом отношении, в этом таком функциональном каком-то плане, это очень функционирующий, хорошо сработавший в истории еврейства институт. Действительно, евреев было всегда и везде меньшинство, их всегда меньше, чем окружающих неевреев. Но при всем при этом, отчасти благодаря законам о кошерной пище, а также благодаря тому, что у евреев было писание, традиции, и культура, и упование, и надежда своя, они вот до сегодняшнего дня не ассимилировали, как сделали почти все древние народы. Какие-нибудь ассирийцы, какие-нибудь египтяне, какие-нибудь вавилоняне, где они? Да, мы их уже не находим, потому что они растворились в окружающем большинстве. Еще одно объяснение такое. Нет рационального объяснения. Мы не можем понять до конца, почему, допустим, овечка – кошерное животное, а вот, допустим, змея – не кошерное животное. Просто смысл в том, что Бог так сказал. Вот и все. Это вот получилось рационально необоснованно, немотивировано. Нельзя понять смысл этой самой системы. Но Бог так сказал, и поэтому так стало. Как писал один из раннесредневековых толкователей Торы, еврей, он так рассуждал. «Почему я не ем свинину?» Не потому, что она невкусная или плохая. Нет, она вкусная и хорошая, и я очень хочу есть эту свинину. Но я ее не ем, потому что Бог сказал, не ешь это. Вот и все. И в этом отношении законы о табуированной и нетабуированной пище являются еще одним способом для древнего иудея показать свою верность завету и закону Божьему, проявить себя как народ Божий, особенный народ, взятый Богом в удел. Ну, это было общее такое наше введение, довольно пространное. Перейдем к стихам, к чтению того, что же есть чистое и нечистое. Итак, читаем. Вот животные, которых вы можете есть. Двоеточие. Корова, овца, коза, лань, газель, косуля, дикий козел, дикий бык, антилопа, горный баран. Указаны и домашние, и дикие животные. Домашние – корова, овца, коза, дикие животные – лань, газель, ну и так далее. А вот стих шестой как будто бы объясняет критерий, по которому можно отличить чистое от нечистого животного. Итак, такой критерий. Всех пронакопытных, которые жуют жвачку, вы можете есть. Итак, есть область животных, всех, которые прыгают, скачут, ходят и так далее, по окружающим пространствам. И там выделяются две категории. Первая категория, у кого копыта раздвоены, вторая категория, у которых есть особое устройство их пищеварительного аппарата. Они как бы жуют жвачку. Люди, которые в деревне жили, понимают, что имеется в виду даже. Вот такой способ переваривания пищи. И вот там, где пересекаются эти вот категории, эти два класса, вот область пресечения – это есть то, что можно есть. И выясняется, что куча отпадает животных, а что-то остаётся. Из животных, жующих жвачку и имеющих разделённые копыта, не ешьте верблюда, зайца, домана. Хотя они и жвачны, но раздвоенных копыт у них нет, и они не чисто для вас. Вот указаны те, у кого есть жвачка, но копыта у них не раздвоенные, ни у верблюда, ни у зайца, ни у домана дикого зайца. Вот поэтому их нельзя есть. А также свинью, хотя копыта у неё раздвоенные, но жвачку она не жует, и она для вас нечиста. Мясо их не ешьте, к их трупам не прикасайтесь. Вот и всё. Вот это есть краткое, такое очень лаконичное, лёгкое для освоения правило, касающееся того, что можно есть из мира животных. И в этом отношении это довольно здравое рассуждение. Как можно понять, меньшинство из окружающего мира можно есть, а большинство нельзя есть. И я нахожу здесь очень сильное моральное зерно. Действительно, а почему люди должны всё есть, да, а ради чего окружающий мир сделан Богом, чтобы мы его съели, чтобы мы всех съели, что ли, китов, дельфинов, обезьян. Ведь так и получается. Но здесь, во второзаконии книги древней, мы находим мышление очень экологическое, и такое просвещенное, и современное мышление. Мир создан для другого. Не чтобы вы его съели, переварили, и ему не осталось. То есть, что-то можно есть, вам нужно питаться, поэтому у вас есть мясо, его ешьте. А остальное есть, конечно же, нельзя. Ну, заканчивая разговор про животных, скажем, и о том, что, видите, некоторые заявления о том, что в Библии есть запрет на поедание мяса, вот, ну, видите, как будто бы это неправильное заявление, потому что есть мясо этих вот животных, Библия нам не то, что заставляет, а разрешает. Хочешь есть мясо, ешь, ты этим не погрешишь, да, ешь этих животных, и всё будет хорошо. Дальше переходим про животных, обитающих в водной стихии. Из водяных тварей ешьте тех, у кого есть плавники и чешуя, а тех, у кого нет плавников и чешуи, не ешьте, они для вас нечисты. Опять же, ну, два стиха всего лишь, но в них есть очень такой хороший критерий дан, как можно отделять чистое и нечистое, когда мы говорим о морских животных. Критерий очень простой. Есть, опять же, два класса животных, есть те, у кого плавники, но не гладенькие, да, возможно, бывают иногда, а есть те, у кого есть чешуя, то есть сделана вот их оболочка внешняя в виде чешуи. Так вот, там, где два класса пересекаются, то, что является и с плавником, и с чешуей, то и можно есть. Разумеется, всё морское или океаническое, у которого нет этого сочетания, есть нельзя. В этом отношении все или большинство морепродуктов, кальмары, осьминоги и прочие устрицы являются пищей некошерной, которую книга второзакония не позволяет есть соблюдающему закон человеку. Дальше новая категория – птица. Любую птицу чистую можете есть, а вот птицы, которых есть нельзя. И вот огромный перечень, и даже мы не знаем половину этих видов, что имеется в виду, лишь догадываемся, поэтому я сейчас прочитаю, а потом прокомментирую. Орёл, вот их есть нельзя, да, орёл, гриф, скопа, конюк, коршун, стревятники разных видов, воронах разных видов, страус, сепуха, чайка, сокола разных видов, неясыть, филин, сыч, сова, ястреб, баклан, аист, цапли разных видов, удод, летучая мышь. Вот. Это есть стих 12-18. Эти стихи рассказывают нам о табуированном и для питания допустимом в мире птиц. Почему эти птицы являются нечистыми? Ну, есть довольно хорошее объяснение, они едят падаль или мёртвых рыб, вот так вот. Они неразборчивы в питании, да, допустим, они всеядные или они падальщики. Для них животное, умершее, является нормальным рационом. Они перво прилетают на это тело и его начинают поедать. Да, вот, и все это, раз оно ест мертвичину, в этой связи оно как будто бы нечисто, да, и в этом отношении нельзя это все поедать. Вот, значит, ну, и кто скажет, что это неправильное рассуждение, что это какое-то первобытное мышление? Нет. Я думаю, что это все очень рационально. Действительно, нельзя есть тех, кто ест мёртвые какие-то там остатки, да, падаль и так далее. Дальше. Вселетающие насекомые нечисто для вас, их нельзя есть. А любую чистую летающую тварь вы можете есть. Ну, тут непонятно, в стихе, в главе 11 книги Левитт более подробно рассказывается о том, кого можно есть из мира насекомых, да, вот насекомые. И там указано, что есть два, есть насекомые двух видов, скажем так, как нам книга Левитт сообщает. Первый тип насекомых, у которых ножки двигаются независимо друг от друга, да, независимо, это есть, ну, жуки, да, вот у них левая нога и правая ходят как будто бы не параллельно, а независимо друг от друга, как, короче, как мы ходим, так ходят и жуки. А есть те, у кого как будто бы ноги задние работают солидарно, да, вместе. Это разного рода, там, кузнечики, саранча и прочее. Так вот то, что у кого две ноги задние вместе существуют, функционируют, это есть можно, а другое есть нельзя. То есть получается, что весь мир насекомых, кроме этих самых саранчей и кузнечиков, лепетание запретен. И слава Богу, потому что зачем есть нам разных червяков, гусениц и прочих непонятных тварей, не надо их есть. Заканчивается маленький раздел, посвященный кошерной и некошерной пище, и есть такое заявление, касающееся уже мертвого тела, мяса умершего животного. Итак, читаем 21 стих. «Не ешьте падаль», «Не ешьте падаль». Вот. Это стих, очень, друзья, такой острый, сейчас мы будем его долго комментировать. Падаль – это то животное, которое… Ну, слово «падаль» плохое в русском языке, конечно. Сразу возникает такой образ, нечто умершее, разлагающееся, там есть какие-то червяки, да, или прилежавшее, вот тело прилежавшее три или пять дней. Конечно же, оно пахнет, и его есть невозможно, что и понятно. Но слово, которое используется здесь, в еврейской Библии, оно немножко другое. Это просто, скажем так, неправильно умершее животное. Вот так вот. Неправильно умершее животное. Это животное может умереть и пройдет пять минут или полчаса, но это уже падаль. Это свежее мясо, парное, мы бы сказали. Но это падаль, потому что оно было умершлино, оно было убито, либо оно умерло неправильным образом. Что имеется в виду? Должно было, убивая это животное при его кончине, спустить всю его кровь, чтобы нечаянно, поедая мясо, не съесть бы крови, которая проникла вот в это вот уже мясо умершего животного. Все то, когда кровь не была спущена, выпущена, называлось у евреев падаль. Поэтому, вот помянуя об этом понимании слова падаль, будем читать оставшуюся часть 21 стиха. Итак, не ешьте падаль, отдавайте ее переселенцам, которые живут в ваших городах. Пусть они едят, или продавайте иноплеменникам, ведь вы народ святой у Господа, вашего Бога. Ну, видите, друзья, стих очень, без пояснения, что такое падаль, стих очень, довольно тяжел для понимания. Сразу возникает образ, значит, какое-то мясо валяется, оно уже тухлое, воняет, и вот какой-то злой еврей, что ли, получается, его как-то вот моет там, запах убирает и продает, да, коварный еврей. Да, ну, видите, так, возможно, и было когда-то. Всякое бывает в жизни, все бывает в жизни. Но стих этому не учит, стих не об этом говорит. Так вот, значит, если, допустим, у вас в хозяйстве, вот, у вас есть стадо, и одна овца умерла, да, вот, или, допустим, на нее напал лев, или волк ее растерзал, вы подоспели, подбежали, ну, через 15, либо 10, она уже мертва лежит, да, вот, все, уже, она не дышит уже. Так вот, это есть еврею нельзя, ну, мы бы это мясо съели, да, хотя для евреев это мясо называется падли, потому что кровь из него толком не была выпущена. Так вот, это мясо никакое не гнилое, не вонючее, никакое не с червяками, нет, не об этом речь. Это мясо вам есть нельзя, а другим есть можно. И чем в этом стихе подтверждается состояние дел. Другие его едят, а вы его не ешьте. Куда делать это мясо? Ну, либо вообще нужно его уничтожить. Если есть покупатель, покупатель, добровольно принимающий это решение, продайте ему это мясо. Вот и все. Стих рассуждает именно в этих категориях. Не в категориях коварные евреи, либо евреи обманывайте же ваших соседей, не евреев. Но нет, речь идет о другом, о том, как правильно распорядиться мясом животного, которое умерло не совсем нормальным для закона Моисеева образом, без спускания крови. И окончание стиха 21 совсем загадочное. Оно такое. Не вари козленка в молоке его матери. Конец цитаты. Это замечание повторяется неоднократно в Пятикнижении Моисеевом. И вообще смысл этого заявления нам не очень-то понятен. Как так? Что тут имеется в виду? Это какая-то аллегория? Это какой-то моральный призыв моральный? Какой-то тридцат был своеобразный в то время? Что тут, понимаете, не так? Как думают комментаторы, возможно, имеется в виду одно из двух, вот, толкование этого текста надо привести. Вот одна из двух ситуаций тут и описывается. Толкование первое. Когда, значит, ну, ситуация, конечно же такая для современного человека, ну, дикая совершенно, дикая ситуация. Значит, рождается козленок, да, вот он маленький, он ягненок такой вот маленький еще, и вот он берется, понимаете, умершляется, чин, какой-то чан достается, туда наливается молоко, и в этом молоке, приправленном приправами, солью, какими-то травами опускаются куски мяса этого козленка, и вот он как будто бы варится в этом молоке матери. Ну, конечно же, все это, ну, это дикость, да, хотя вроде бы для абстрактного рассуждения о том, что, не знаю, вкусно-невкусно, полезно-неполезно, это не дико, но для нашего понимания, конечно же, все это, ну, ненормально. Какая-то грань чего-то нехорошего, она переедена, и нехорошо варить козленка в молоке матери, вот. И в этом отношении, учитывая моральную компоненту, касающуюся того, как есть мясо убитых животных, этот моральный момент был нарушен, вот именно поэтому есть такое заявление, «Не бари козленка в молоке его матери», вот. Значит, то есть какая-то грань между жизнью и смертью, между отношениями матери, козы и ребенка, козленка, она нарушена, да. Можно есть козленка, можно есть козу, но не любым, не каким угодно образом, да, какие-то все равно границы уместного и ненормального остаются и тут, и в этом случае. Вот ты можешь есть козу, можешь есть козу, но вот таким вот одним вот уникальным образом, другими способами есть уже даже козу является неэтичным и неправильным, и аморальным. Вот, значит, другое толкование, ну это гипотез опять же, не сказать, какие-то были такие обряды хананеев, или какое-то такое было кулинарное у них такое блюдо, особенно, да, какое-то почетное, где вот именно они делали это, да, молоко, козленок, варенцы и так далее. Так вот, опять же, чтобы вам не смешиваться с этим контингентом окружающим вас, не ешьте их кулинарные изыски, да, будьте чужды всего этого, потому что какая-то моральная грань, какая-то граница этическая оказывается нарушенной в этой ситуации. Ну и вы знаете, да, друзья, что это, это даже, это не стих, это треть стиха 21-го породил, это вот, это суждение породило огромную культуру кулинарного и диетического в современном и средневековом и античном иудействии. Да, вот на основании одного стиха возникло учение о том, что есть, должно быть правило соблюдаться во всех кафе, ресторанах и кухнях домашних правоверных иудеев, а именно, не смешивать молочное и мясное. Вот, когда приходите вы в ресторан еврейский и там спрашиваете, принести вам, не знаю, там кофе с молоком, вам могу сказать, извините, кофе есть, молока нет, потому что ресторан мясной, мы делаем мясо и поэтому молока тут мы не держим. И эта треть стиха является каким-то, видимо, лидером по количеству толкований, интерпретаций, повлиявших на культуру питания в жизни целого народа. Других примеров такого стиха я не могу вам привести. Дальше, заканчивается глава 14 рассуждением о так называемых ритмах жизни, ритмы жизни. Вот, начинается раздел, охватывающий две последующие главы, где автор рассуждает о богословии времени, о временах. Да, вот время, там есть разные ритмы, не все дни одинаковы, не все года одинаковы. И вот об этих ритмах речь и идет. Итак, 22 стих читаем. «Отделяй десятину от всего урожая с твоих посевов, от всего, что вырастает на твоем поле, делай так из года в год». Вот, десятина. Значит, десятина – это не твое, да, это Божье. Не отдающий десятину, не выплачивающий десятину, он посягает на Божье. И в этом отношении он является святотатцем, то есть вором у Бога. «Десятину зерна, вина и оливкового масла, а также мясо первенцев, крупного мелкого скота, ты должен есть пред Господом, твоим Богом, на том месте, которое Он изберет и сделает жилищем для своего имени. Как ты научишься непрестанно бояться и чтить Господа, Бога твоего?» Вот, видите, сказано, десятину надо вот собирать, да, и что с ней делать? Нужно ее отводить, нужно ее ввести в место, которое однажды укажет Бог. Ну, храм имеется в виду, да, либо скинье, либо святилище. И там что? И там нужно ее отдавать, да, вот в этот храм священникам, и часть из этой десятины, возможно, десятина и десятина, как толкуют некоторые комментаторы, вот, ты должен там съесть, да. И в этом отношении десятина ее уплата, она сравнивается с такой вещью, как праздник, да, это праздник. Вся твоя семья пойдет туда, это будет путешествие, это будет паломничество, это будет маленькое приключение, там будут дети, старики, родители. И очень для любого семейного быта такое памятное событие, когда все вместе куда-то идут, путешествуют и так далее. Вы туда придете, и там будет у вас пиршество, там будет у вас пир, вы там будете веселиться, есть и пить. И в этом отношении праздник Бога, жертва Богу, это есть момент не скучный, не занудный, не вызывающий какую-то апатию, либо уныние, это есть акт радостный и вот вызывающий веселье. Но может оказаться, что идти туда слишком долго, и ты не в силах все это доставить, ибо далеко от тебя место, избранное Господом твоим Богом, для того, чтобы там пребывало его имя. Тогда, после того, как благословит тебя Господь, твой Бог, обменяй все это на серебро и отправляйся серебром в руках на то место, которое изберет Господь твой Бог. Ну, конечно же, очень рано появляется диаспора у евреев. Евреи начинают жить где угодно, только ни в Палестине, ни в Ханане, ни в Израиле. Это может быть Месопотамия, Балканский полуостров, Малая Азия, Египет. Это может быть Италия и даже Испания, да, везде, Крымский полуостров, там появляются синагоги в очень раннее время. Это диаспора. И, разумеется, нести первенцев от скота, либо урожая, платить десятину именно зерном, либо мясом, либо маслом, либо вином, очень неудобно. И вот дан совет, ты можешь это все продать, у тебя возникает сумма денег, иди и отдай ее Богу. В храме, на который укажет сам Господь Бог. Возникает так называемая храмовая экономика. «А там, на это серебро, вымыни все, что хочешь, крупный и мелкий скот, вино и пиво, все, что не пожелаешь. И пируй там пред Господом твоим Богом, выселись вместе со своей семьей». Ну вот там можно отдать деньги, а можно купить там же что-то на эти деньги, и там устроить это совместное семейное пиршество. «При этом не забывай левита, живущего в твоем городе, ведь у него, в отличие от тебя, нет своего надела и доли. В конце каждого третьего года выноси свою десятину с твоего урожая за этот год городским воротом. Пусть приходят левиты и переселенцы, и сироты, и вдовы, что живут в твоем городе, и пусть они едят досыта. «Тогда благословит тебя Господь твой Бог во всех делах твоих». Друзья, правило изумительное по своей глубине и по своему такому социальному, позитивному какому-то своему ресурсу или резерву. Что тут имеется в виду? Значит, есть десятина, два года ты ее отдаешь на храм, все Богу отдается, а третий год – нет, по-другому. Все собирается у ворот твоего села, твоего города, твоего какого-то поселения, и все это отдается тем, у кого нет возможности, нет объективной возможности все это вырастить. То есть, стада, скотов, зерно, оливки, масло, вино и так далее, у них нет земли, у них нет рабочих рук. Почему? А потому что они, допустим, левиты, или, допустим, они вдовы, и нет мужчины в этом семействе, или они сироты, они дети, подростки, либо они не местные, они преселенцы. И тогда вот надо им это все отдать, чтобы всем было хорошо там, где торжествует закон Божий и Божьи заповеди. Заканчивается глава 14, где было сказано про очень важные вещи, про обычаи оплакивания умерших, ханаанские и еврейские, про поедание пищу, табуированную или разрешенную для поедания пищу, и о том, как нужно практиковать соблюдение практики десятины, как это описывается в книге «Ватерозаконие». Заканчивая наш разговор, хочется еще раз сказать про кошерное и не кошерное. Итак, в христианской традиции эти правила во многом утеряли свою актуальность. Мы не живем, как правило, мы не живем, руководствуясь учением о чистой и нечистой пище. Когда же это было учение отменено, да, или как-то вот оно было сокращено, вот эти вот эти правила, эти все эти стандарты, когда? Это об этом нам рассказывает книга «Деяния апостолов», голова 14, где рассказывается о том, что вот собираются вместе апостолы, там был апостол Павел и апостолы из Русалима, и рассуждают о том, какие правила надо соблюдать пришедшим в церковь язычникам, да, людям, которые были не евреи, которые были из местных, сирийцы, арабы, греки, римляне, славяне и так далее. Вот как вот им себе, какие правила им актуальны? Вот, и вот сказано было, что хорошо, кошерная пища, это правило для них уже является отжившим и неактуальным, кроме двух моментов, да, кроме того, что, кроме двух правил. Значит, первое – не ешьте удавленины, вот, значит, мясо, в котором не выпущена кровь, было правильно, вот, и второе правило – не ешьте крови. И вот в этом варианте не есть удавленину, то, опять же, не есть мясо с кровью и не есть просто изделия, сделанные из крови животных. Вот, это правило сегодняшнего дня актуально в традиции церковной, потому что Новый Завет – это правило, она повторяет, как будто бы указывая на его какую-то важность и основательность. Дорогие друзья, голова прочтена. Спасибо порталу экзеге.ру за помощь в создании этого видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok